Привет всем! Сегодня необычный выпуск, мы сегодня в выпуске будем готовить. Обычно какую-то готовку мы вшивали прям полноценные выпуски, но сегодня я решил, что по шагам приготовим очень вкусный ужин, который у вас обязательно получится. Не важно, умеете вы готовить, любите вы это делать или нет, обязательно получится удивить своих близких, родных, друзей, ну или просто вторую половинку. Вам остается всего лишь поставить лайк, написать комментарий и просто повторять за мной. Погнали! Для того, чтобы нам приготовить эту вкуснятинку, нам понадобятся баклажаны, кабачки, перец, много картошки и самый важный ингредиент ребрышки. Много ребрышек. Да, чуть не забыл, еще духовка. Какие берем ребра? Во-первых, свиные. Во-вторых, смотрите, чтобы у них была обязательно кость. Есть места, где, например, нет кости. Это мясо тоже можно запечь, но его можно, в принципе, приготовить даже в другой раз. На ваше уже усмотрение. Мы запекать его будем. Ребра мы покупаем уже без шкуры и как можно, чтобы здесь сверху не было вот этого жира. Средняя цена ребер 370 рублей. И первым делом, конечно, мы будем нарезать эти ребра. Итак, ребра нарезаем вдоль костей. Вот таким вот образом. У вас должны получаться вот такие кусочки. На каждом кусочке немного сала, мяса и сама кость. Для мариновки берем отдельную тару и туда бросаем. Вот это идеальный кусок. Вопрос. Что делать с мякотью? Все элементарно. Примерно такими же кусочками нарезаем, как и ребрышки. Ну и как лайфхак, мякоть можно положить детям, чтобы они не ковыряли кости. У нас получился огромный тасс мяса. Здесь 3 килограмма. Но гостей много, поэтому и блюдо большое. Мясо, приправа и чеснок. Все, что нам понадобится для маринада. Пару слов про приправу. Читайте состав обязательно, чтобы здесь не было никаких-то Е, эмульгаторов, регуляторов. Просто самый нормальный состав. Если в приправе нет в составе соли, то используйте соевый соус. В этой приправе есть, поэтому соевый соус я добавлять не буду. Берем чеснокодавилку, положим сюда чеснок и выдавливаем. Приправу добавляем по вкусу. И все это дело месим. Когда вы перемешиваетесь, старайтесь каждый кусок, чтобы он был в чесноке и в специи, чтобы всем досталось не только какой-то части, а прям всей. Тогда будет каждый кусок очень-очень вкусным. В общем, готовьте с любовью. Мясо готово. Накрываем и оставляем на час. А пока приступаем к маринаду овощей. После того, как овощи помыли, их нужно нарезать. Вот примерно как-то так. И после этого отправляем все в тазик. Теперь приступаем к маринации. Сюда чеснок и ту же самую приправу, что и в мясо. Вот и все. Теперь это все дело перемешиваем. Это какая-то магия. На самом деле, в этот выпуск можете посмотреть через вярочки. Если они у вас есть, а если у вас есть что-то для передачи запаха, то это просто огонь. Овощи готовы. Также их оставляем на 30 минут. И пока включаем духовку. 200 градусов. Духовка разогрелась. Овощи замариновались. Мясо тоже. Ну какие запахи. Теперь приступаем к основному. Берем поднос. Насыпаем сюда мясо. Ну вот как-то так. И сюда сверху овощи. Теперь все это дело нужно аккуратно разложить. Вот такая красота получается. И теперь вот это вот все дело отправляем в духовку на час. Ждем. Спустя час готово. Посмотрите, какая красотища. Ого, аж камера запотела. Это. Очень красиво. Невероятно. Гляньте, какая красота. Такая зажаристая. Можно отключать, а она будет стоять сюда и говорить обещает. Этот ужин я вам обязательно рекомендую приготовить быстро, дешево и очень-очень вкусно. И с этим ужином может справиться абсолютно каждый. Кто даже не умеет готовить, у вас обязательно получится очень вкусно. Пишите комментарии, как вам такой видеоролик, как вам такой формат. Стоит ли мне вообще готовить на камеру и с вами этим делиться. В комментариях напишите. Я буду с вами прощаться. Увидимся завтра в новом видеоролике. Пока.